Всем привет! В этом видео я хочу вам рассказать, как будет внедряться цифровой евро на территории Европы. Эта информация, в общем-то, открытая. Я нашла её на сайте Европейского Центрального Банка. Они этого ничего не скрывают. Но сначала подпишитесь на мой телеграм-канал. Ссылка будет внизу под видео. Если не знаете, как открыть описание под видео, щёлкните, там написано такое маленькое слово «Ещё». Прямо вот это слово щёлкайте, и у вас внизу открывается описание под видео. Там у меня есть телеграм-канал и ссылка на телеграм-чат, где люди общаются между собой. Там вы найдёте своих единомышленников. Обязательно это сделайте, потому что сейчас на ютубе не всю информацию мы можем вам рассказывать. Вы это уже знаете. А там я рассказываю информацию, которую не могу объявить вот здесь, на вот этом хостинге. Ну а теперь давайте перейдём к теме видео. И всё чаще мы с вами слышим такое выражение, как цифровой рубль. Но хочу сказать, что и цифровой евро тоже скоро будет внедряться на территории Европы. И вот такую интересную информацию я нашла на сайте Европейского Центрального Банка. Статья это от 7 ноября 2022 года. Это обращение Кристин Лагард, президента Европейского Центрального Банка. И она назвала конференцию, значит, которая была в ноябре. Она назвала эту конференцию высокого уровня на пути к законодательной базе, обеспечивающей цифровой евро для граждан и бизнеса. Значит, Кристин Лагард в своём выступлении говорит, что «Цифровой евро не является самостоятельным проектом, ограниченным платёжной сферой. Это скорее межполитическая и подлинно европейская инициатива, способная повлиять на общество в целом». Значит, она говорит, что люди всё чаще платят в цифровом формате, а не наличными. Поэтому они и хотят сделать полностью вот эти электронные деньги. «Почти половина потребителей еврозоны говорят, что предпочитают расплачиваться безналичными платёжными средствами, такими как карты. Мы продолжим предоставлять наличные деньги, но если они будут всё меньше и меньше использоваться для платежей». То есть вы понимаете, да, они введут эти цифровые деньги не сразу, лишь какую-то часть. Часть наличных оставят ещё пока, но это на первое время. Но при условии, вот я повторяю, если наличные деньги будут всё меньше и меньше использоваться для платежей. И дальше Кристин Лагард продолжает. «Если ввести, значит, эти электронные деньги сразу, то появление таких новых видов цифровых активов может спровоцировать нестабильность и замешательство граждан в отношении того, что является деньгами, а что нет». То есть когда люди видят циферки просто на своей карте, этими циферками расплачиваются, то это может вызвать замешательство граждан. Выпуск цифрового евро действительно защитит уверенность людей в том, что один евро – это один евро. То есть вот эти электронные деньги будут приравнены к стоимости евро, но это на первое время. И также Кристин Лагард говорит, что она очень ждёт законодательное предложение о введении цифрового евро, которое вскоре предложит Европейская комиссия. Ну а как же быть с конфиденциальностью при использовании таких цифровых денег? А никак. Кристин Лагард так и сказала. Это неналичные, поэтому никакой конфиденциальности не будет. И вот такие цифровые евро будут иметь статус законного платежа. Но вот в этом своём выступлении она неоднократно подчёркивается, что должна быть поддержка граждан для того, чтобы получить доступ к этому цифровому евро. Смотрите, вот она всё-таки заостряет внимание на том, что без поддержки граждан у них это может не получиться. Но всегда ведь найдутся бараны, которые с удовольствием будут принимать этот цифровой евро. Там за какую-то 5-10% скидку они себе и чип поставят, и всё что угодно сделают. Всегда найдутся бараны, так же, как нашлись бараны при процедуризации, которые побежали делать. То же самое будет и с цифровыми деньгами. То же самое, что найдутся бараны и будут поддерживать вот эту цифровую валюту и оплачивать ей. Я даже так думаю, что в скором будущем, например, такие платформы, как YouTube, Telegram, другие, Bastion, они именно и будут выплачивать потом именно такими цифровыми деньгами. И дальше Кристин Лагард продолжает, что лучший способ управлять переходом в цифровую эпоху – это введение цифрового евро. Но и смотрите, вот здесь пока про ограничения, которые будут в дальнейшем на эти цифровые деньги, она пока ничего не говорила. Мы уже с вами знаем, что такие деньги будут выдаваться, например, на месяц, и если за месяц человек не истратил эти деньги, они будут аннулированы. То есть вы ничего таким образом не сможете накопить или на что-то отложить. Это одно. Есть еще второе, что такие деньги будут привязаны к вашему месту проживания. Вот же вы живете в своей деревне, а вот в соседней деревне, если вы поедете, там уже эти деньги работать не будут. Вы там уже ничего не сможете себе купить. Только в своей деревне. Поэтому вас и пытаются пересадить на электросамокаты, на велосипеды, чтобы вы были всегда привязаны к своему месту, к своему месту жительства. И еще то, что мы уже знаем от этих цифровых денег, что еще будет, это будет то, что эти цифровые деньги будут выдаваться на определенные продукты, то есть с низким углеродным следом. Если вы, например, молока, у молока очень высокий углеродный след, вы его не купите на эти деньги. Или же оно будет стоить столько, что это будет просто невозможно купить. И объясняйте баранам, которые думают о том, что электронные деньги – это хорошо. Я уже такое слышала, что уже… Так это же хорошо, говорят, электронные деньги. Не надо будет мелочь по карманам искать. Вот заплатил карточкой, и все. Пока это будет карточка на первое время, а потом это будет чип в вашей руке. Поэтому объясняйте всем людям, насколько опасны эти цифровые деньги. Пишите ваши комментарии, и также подпишитесь на мой телеграм-канал обязательно. На телеграм-канал и на телеграм-чат.